Знакомьтесь, Арнольд. Ты уверен, что тут можно фотографироваться? Арнольд, у меня плохие новости. Во всем мире свергли все правительственные режимы, и теперь каждая страна управляется диктатором. Да, с одной стороны это хорошо. Никто не покинет свою страну и будет работать на ее благо. Но при таком режиме большая часть людей будет жить не в домах и жилых комплексах, а в тюрьмах и лагерях. Ведь законы страны будут весьма жестокими, а порой и даже очень странными. Можно забыть о благах цивилизации. Ведь внешнеэкономические отношения закроются, и страна будет работать сама на себя. А это значит, что если до этого не было, например, машиностроения, машин в стране не появятся. И все будут пользоваться, в лучшем случае, велосипедами. Я уже не говорю о том, что все социальные сети пропадут, а разговаривать друг с другом можно будет где-то в лесу с громко включенным радио, чтобы вас не услышали спецслужбы. А если тебе вдруг захочется банально подстричься, то нужно будет согласовывать даже прическу с местным руководством. Ведь есть ряд утвержденных образов. Самое страшное в мире, где будет сплошная диктатура, то, что каждая страна будет подозревать друг друга в потенциальной опасности. Тем самым все ресурсы государства будут направлены на снабжение и наращивание военной силы. И в один прекрасный момент кто-то не выдержит и нажмет на красную кнопку. Арнольд, ты спас весь мир! Кто мог подумать, что твой дальтонизм сможет спасти планету? Спасибо. Продолжение следует...